24-е заседание Совета депутатов городского округа Щёлково первое в наступившем году. Перед тем, как приступить к работе, парламентарии почтили минуты молчания жителей блокадного Ленинграда. С тех тяжёлых событий Великой Отечественной войны минуло 77 лет. Подготовку к сегодняшнему заседанию парламентарии начали за неделю на депутатских комиссиях. Ключевая тема – муниципальный бюджет. Завершился переходный период, когда поселения работали со своим финансовым документом. С этого года муниципалитет живёт по единому бюджету. И судить о полноте его исполнения будет контрольно-счётная палата по результатам внешней проверки. Вопрос принятия положения стал в повестке дня первом. В голосовании участвовали 22 парламентария, в том числе по видеосвязи. Годовой отчёт счётная палата обязана опубликовать не позднее 1 апреля будущего года. Также в рамках повестки депутаты утвердили план работы Совета на год. Наряду с заседаниями и приёмами граждан парламентарии займутся рассмотрением 32 правовых актов. Ключевые касаются земельного контроля, архитектуры, строительства и благоустройства. Основным и самым главным тем, что ждут населения, это генеральный план и правила землепользования и застройки. Потому что, естественно, заинтересованы, как будет развиваться округ, какая этажность будет, какое строительство планируется, где будут организованы скверы, парки, бульвары. Традиционно депутату утвердили кандидатуры о награждении отличившихся граждан почётными грамотами и благодарственными письмами Совета депутатов. Щёлковец Кирилл Стругов проявил мужество и смелость при спасении ребёнка, скатившегося в полынью на клязьме. Анатолий Мещеряков, президент Фонда поддержки общественных инициатив «Ответственность», вместе с волонтёрами ведёт благотворительную и попечительскую деятельность. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.